Всем привет! С вами Александр, канал HiEnglish и сегодня мы разбираем быстрый тест номер один уровень. Intermediate. So, we have intermediate level English. Ray English file, the same book, grammar. Tick A, B or C to complete the sentences. Federico always is eating, eats, eat eggs for breakfast. So, we have Federico always eats. So, we need to add S. This is present simple. I have always. Когда у вас always, sometimes, usually, never, seldom, rarely. Вот эти слова, тогда они показывают, что это действие в принципе происходит, да, и используется present simple. То есть не в эту секунду происходит, а в принципе происходит. То есть как бы привычки какие-то. Federico always eats eggs for breakfast. Present simple. Не забываем, что present simple он, она, оно. Нам нужно дать немножко нагрузки, напряжение к глаголу, и мы добавляем S. Eats. He eats, she eats, it eats. But I eat, you eat, we eat, they eat. Нельзя сказать без S, потому что у вас Federico, это единственное число, это he, she, it, это он. Аня's in the kitchen, she dinner, she cooks dinner, is cooking dinner, will cook dinner, will cook. Это будущее, она приготовит dinner, но она на кухне, и у нас это подсказка. То есть как бы она сейчас на кухне. Где Аня? Она на кухне. She is in the kitchen. She is, апостоль с, сокращение, she is in the kitchen. На кухне, в английском языке будет in. Когда вы говорите о местоположении в комнатах, будет in. Не on the kitchen, but in the kitchen, in the kitchen, in the living room, in the bathroom, in the bedroom. All right, so what is she doing in the kitchen? She is cooking. So this is present continuous. Действие происходит прямо сейчас. И чтобы понять, что действие происходит прямо сейчас, у нас есть первое предложение. Number two. I prefers, здесь нельзя сказать I prefers, I prefer S используется, когда he, she eats, present simple. Здесь не he, she eats, здесь I, поэтому нужно сказать I prefer или I am preferring. I am preferring, смотрите, нельзя сказать. I am preferring, prefer, означает предпочитать. Я предпочитаю to eat fresh vegetables, есть свежие овощи. I don't like frozen, я не люблю замороженные. So I prefer to eat fresh vegetables. Здесь я выбираю I prefer. Почему? Потому что здесь мы попадаем на тему статические глаголы. State verbs. Они так и называются. State verbs. Это те глаголы, которые не передают никакого действия. Они передают состояние. То есть, либо я предпочитаю, либо мне нравится, либо не нравится. So I prefer, I like, I hate, I love. Вот все эти глаголы, они описывают мое состояние. То есть, они не могут передавать продолжительное действие. То есть, если я спрашиваю, что ты делаешь? И человек говорит, я сейчас читаю. Это активный глагол. I am reading now. Действие происходит прямо сейчас. Или как в предыдущем предложении мы видим, что Аня, она готовит. Аня is cooking. Она занята чем-то. Но если Аня говорит, я понимаю, я тебя понимаю, я тебя прекрасно понимаю. Она не скажет I am understanding you. Она либо понимает, либо не понимает. То есть, здесь нет действия понимания. Здесь просто I understand you будет. Да? Так же, как и здесь. Number three. Today most people cuts down, are cutting down, is cutting down on junk food. So here we have most people and this is plural. Most people это множественное число. Сегодня большинство людей, они снижают употребление junk food. Такой отстойной еды. Junk означает мусор, мусорной еды. То есть, плохой, фастфуда. Они снижают потребление. Cut down означает снижать потребление. Можете записать. Это прекрасный глагол фразовый. Cut down. Cut down. И после этого глагола используется предлог on. Cut down on something. Снижать потребление чего-либо. So today most people are cutting down. Я буду использовать это present continuous, потому что я вижу тренд. То есть, когда у вас есть тренд, что сейчас что-то активно происходит, вы видите движение куда-то, да, что люди что-то делают. Вот сейчас именно это будет present continuous. То есть, видите, какой странный present continuous. Это не факт, что не в эту секунду может действие происходить, а в наши дни. Вот именно сейчас такой тренд есть, и с трендами тоже может использоваться present continuous, не present simple. Потому что present simple показывает как бы перманентные действия, действия, которые постоянно происходят. Перманентно. Они обычно незыблемы, да. То есть, если человек ест яйца, то он будет постоянно их кушать, да. А здесь тренд are cutting down. Мы видим какие-то изменения, увидим тренд, движение, да, движуха происходит, поэтому present continuous. Number four. It's hot in here. Здесь жарко. It's hot in here. Will I open the window? Shall I open the window? Do I open the window? Смотрите. If you want to ask a polite request, you have to use shall. То есть, если вы вежливо спрашиваете человека, может, мне окно открыть? То есть, это вежливая, как бы, не просьба, request. Just, it's hot in here. Shall I open the window? Or offer to help. Или передолжение о помощи. Может, мне окно открыть? Если жарко тебе, так давай я окно открою. Shall I open the window? Shall I open the window? So, this is a polite way to ask. Will I open the window? It's not a good idea to ask like this. Number five. He always goes, he is always going, he goes always swimming on Tuesdays. So, when you have always, so these words, like always, sometimes, never, seldom, they usually need a present simple. Okay. So, in present simple, he, she, it, you need to add as. He always goes. And as regards to always, you need to put always before the verb, before the main verb. То есть, always вы ставите перед смысловым глаголом. У вас есть вариант C, где always стоит после смыслового глагола. Это неправильно, потому что always должен стоять перед смысловым глаголом, перед глаголом делать. То есть, he always goes, he always helps, he always likes, he always understands. So, he always goes swimming on Tuesdays по вторникам. Number six. Is there anything on TV tonight? Есть сегодня что-то по телеку? Is there anything? Is there? Это вопрос, значит, есть ли что-либо? Is there anything? Хоть что-либо on TV, on TV, по телеку. On TV tonight? I don't know. И быстрое решение мы принимаем. I'll look. I'm going to look. I'll look. I'll look online. Я посмотрю в интернете. То есть, I'm going to look. Мы можем сказать I'm going to look. Но I'm going to look имеет лимитированное использование. I'm going to look используется тогда, когда вы говорите о ваших планах. Вы как бы раньше планируете это. Например, I'm going to fly to Paris. Я собираюсь полететь в Париж. I'm going to fly to Paris. Или здесь I'm going to look online. Как бы вы ранее собираетесь, вы планируете посмотреть. Нет, вы не планируете. Используйте здесь I will look. Сокращенно будет I'll look online. Почему? Потому что это решение, которое принимается здесь на ходу. On the spot decision. Запомните, когда у вас решение на ходу принимается, тут же быстренько нужно принять решение. Кто-то стучит. Вы говорите I'll open the door. Тут же вы приняли решение. Я открою окно холодно, жарко. I'll open the window. Жарко. Я открою окно. I'll open the window. Окей? Быстрое решение принимаете. За решениями, быстрыми решениями используется will. Is there anything on TV tonight? I don't know. I'll look online. Я не знаю. Сейчас посмотрю. Вы быстро приняли решение, что вы посмотрите в интернете, там, онлайн. Если что, что-то по телевизору. Дальше. Седьмое. We will go to the cinema. We go to the cinema. We are going to the cinema on Saturday. Would you like to come? We will go will. Это вылами по воде писано. Здесь не работает. Почему не работает? Потому что, смотрите, в этом случае вы приняли быстрое решение. Здесь не о решениях. Здесь о планах. Вы говорите о своих планах. Какие у вас планы on Saturday? На субботу вы собираетесь в кинотеатр. То есть собираться. Есть такая конструкция у нас. Собираться. Мы собираемся. Я собираюсь. Они собираются. И эта конструкция, она используется с планами и намерениями. We are going to the cinema on Saturday. Не хотел бы ты. Would you like to come? Would это б. Запомните, друзья. Would это означает бы. Не хотел бы ты. Would you like to come? Number eight. My brother isn't having, won't have, doesn't have a job at the moment. Здесь мы говорим о глаголе have и нужно нам понимать. Опять мы попадаем state verbs или не state verbs. Have это такой глагол непростой, потому что он может быть и статическим глаголом. То есть означает в значении иметь. Own. Это иметь. Я имею машину. I own a car. Вы скажете I have a car. Здесь не нужно говорить I'm having a car. А если у вас have используется, переводится по другому, то есть, например, принимать ванну, то это действие будет action. Action. И вы скажете I'm having a boss. I'm having. Я принимаю ванну. I'm having a boss. I'm having a boss. Это не помещается, к сожалению. Окей. I'm having a boss. Я принимаю ванну. Вот здесь напишу. I'm having a boss. Я принимаю ванну. I'm having a boss. So my brother isn't having a job at the moment. Здесь мы не говорим о действии, что он не имеет работы. Это не действие. Нет никакого действия. Просто мы говорим факт. У него нет работы. Все. Есть работа? Нет работы. Нет действия здесь, друзья. Поэтому используем doesn't have. My brother doesn't have a job at the moment. В этот момент. Здесь ключевое слово – это обещание. Когда вы говорите об обещаниях, вы используете will. Обещание может случиться, может не случиться. То есть чаще вилами по воде писано это обещание. То есть мы используем will. I promise I anyone else. И здесь как бы негативное отрицание. То есть я не скажу никому больше. Won't to tell. Нельзя to tell сказать. Почему? Потому что после won't, will not, не используется to. I won't tell. I won't tell. I won't do it. I won't tell anyone else. Больше никому не скажу. Поэтому у нас будет вариант B. We are believing, knowing, thinking about you at the moment. And we hope you'll be home soon. We are thinking. Здесь будет we are thinking. Мы думаем о тебе at the moment right now. We are thinking about you at the moment. And we hope. So here we have basically two verbs. The first verb is used in present continuous. This is the verb think. Thinking. We are thinking about you at the moment. So the action is happening right now. Потому что мы думаем. Думать — это действие. То есть мы думаем. Вот сидим и думаем, раздумываем о тебе. Но think — это непростой глагол. Он также имеет и эквивалент статический. Когда я полагаю, я считаю. То есть я считаю Месси лучший футболист мира. I think Messi is the best player in the world. То есть я считаю сейчас, но я не могу сказать I am thinking. Потому что считать — это не действие, это состояние. То есть я вчера считал, и сегодня считаю, и завтра буду считать, что Месси — это лучший футболист планеты. I think Messi is the best football player. So in this case, в этом случае, when I say I think Messi is the best football player, I don't have to use thinking. But what are you doing? Stop bothering me. I'm trying to think. Что ты делаешь? Перестань меня трогать. Я пытаюсь подумать. So stop bothering me. I'm thinking. I'm thinking. Я думаю. I'm thinking right now. То есть это действие. Здесь think может передавать действие. И у нас есть подсказка, что это действие, то, что мы думаем о тебе, оно происходит прямо сейчас. The traffic's terrible. The traffic's terrible is. Вот так у нас прекрасно сокращается. Ужасное движение, ужасный трафик. I will to miss my train. I'm going to miss my train. I go to miss my train. То есть здесь прогноз, ужасный трафик. И этот ужасный трафик, он служит как бы уликой. Уликой в каком плане? Evidence. Улика будет evidence. Evidence. Что такое evidence? Например, если вы делаете прогноз, и исходя из этой улики, исходя из этой ситуации, которую вы сейчас видите, вы делаете ваш прогноз, тогда нужно использовать не will, потому что с прогнозами мы используем will, а be going to, потому что этот прогноз, он не пальцем в небо. Например, I will be late tomorrow. Например. А здесь вы видите ситуацию, и ситуация выглядит ужасно, то есть ужасная пробка, и вы говорите, я, наверное, I'm going to miss my train. Наверное, я пропущу мой поезд. I'm going to miss my train. Это не пальцем в небо прогноз. Это прогноз, исходя из улики. Вот это называется evidence. The traffic's terrible. Вот. Когда еще вы можете говорить так? Вы можете говорить так. Там тучи, видите тучи черные, и говорите, будет дождь. It's going to rain, потому что вы, исходя из этих туч, делаете прогноз. А если вы пальцем в небо делаете прогноз, то есть завтра Барселона выиграет в Динамо Киев 1-0. So Barcelona is going to win. Вы не скажете так, лучше так не говорить, потому что вы не знаете, выиграет или нет. Лучше сказать I think Barcelona is going to win 1-0. Okay, number 12. Must we order? Will we order? Shall we order some salad? Good idea. С идеями используется shall. То есть с идеями и предложениями, если у вас есть suggestion. Suggestion это идея. То есть вы предлагаете. Предложение у вас. Suggestion или offer, например. Offer. Suggestion это вот, это называется suggestion, когда вы что-то такое прикольненькое предлагаете. Shall we order some salad? Может закажем немножко салата? Good idea, конечно. Good idea, почему бы нет. Number 13. This never arrives on time, можно сказать. Sometimes arrives on time. Often arrives on time. Tom present simple. Это постоянно происходит. Tom это он. He, she, it. Значит, s добавляем к глаголу в утвердительных предложениях. Tom never arrives on time. Sometimes arrives on time. Можно все сказать. Смотрим на второе предложение всегда. He's always late. Ага, он постоянно опаздывает. Be late, опаздывать, это не глагол. В английском языке это быть запоздавым. Be late, быть опоздавшим. То есть он всегда опоздавший. Tom never. Если всегда опоздавший, значит, он никогда не приезжает вовремя. Tom never arrives on time. He's always late. Number 14. We're on holiday this year. So we're asking about your plans, I guess. Because we're asking about this year. То есть этот год. Вот мы спрашиваем о планах на этот год. Когда говорим о планах, мы используем собираешься. Where? Собираться. Be going to. Но мы не можем сказать where you are going. Смотрите, подождите. Where are you going to? Where are you going? Yeah. Where are you going on holiday this year? Это to здесь не ставится почему. Потому что это не going to. Where are you going? Куда ты едешь? Как бы present continuous. Where are you going on holiday this year? Куда ты едешь в этом году в отпуск? Или на каникулы. Слово holiday означает и отпуск, и каникулы. Number fifteen. People's characters. Characters. То есть характеристика людей. Are depending. Depends. Depend on their family background. Запомните. Зависит от. Будет depend on. So depend on something. Например, зависит от чего-либо. On somebody. От кого-либо. Depend on. Запишите это слово. Depend on. Зависит от. People's characters depend on. Потому что characters это множественное число. Видите? И я не могу использовать depends on. Потому что depends on это he, she, it. Единственное число. Здесь множественное число. Это первый момент. Второй момент. А dependent я не могу сказать. Потому что это не действие. Это в принципе depend. People's characters depend on their family background. Характерия людей зависит от бэкграунда их семьи. Number sixteen. What do you do next weekend? What will you do next weekend? What are you doing next weekend? So we are asking about plans. So with plans we can use going to. Because we have next weekend. We have the specific time. У нас есть конкретное время. И если мы спрашиваем о планах в конкретное время. Используем либо going to, либо present continuous. So what are you doing next weekend? What are you doing next weekend? So this is present continuous. Present continuous for future. Present continuous для передачи будущего действия. Number seventeen. I am not will speak, going to speak, going to speak to Jose anymore. Больше я не буду разговаривать с Jose. Speak to. Запомните, используется to после speak. Можно еще speak with сказать. Speak to. Это когда вы как монолог говорите с Jose. Если speak with, это больше как диалог. Speak with. И Jose вам что-то говорит. И вы Jose говорите что-либо. So I am not will. Не, нельзя will сказать, потому что здесь у вас I am not. Я, я, есть уже слово. I won't speak. Я не буду говорить. Если вы говорите, отказываетесь что-либо делать, например, то можете сказать I won't do it. I won't speak to him. I won't speak. Я не буду разговаривать. I won't speak to him. Я не буду с ним говорить. I won't speak to him. Okay? So here you use will for refusal. Это для отказа. Refusal. У меня есть видео на канале, где детальнее это разобрано. So я не собираюсь. I am not going to speak to Jose anymore. Number 18. She often eats meat of fish. She never eats meat of fish. She sometimes eats meat of fish. And we need to have a look at the second sentence. And the second sentence says she is a strict vegetarian. Она строгий вегетарианец. Или она строгая вегетариантка. Вегетарианка. Поэтому она не ест мясо или рыбу. Often, часто, never, никогда. Иногда. Она никогда не ест. В русском языке два отрицания никогда не ест. В английском языке одно отрицание. Вы можете сказать только never. She never eats. И здесь нет not. Not не нужно ставить тогда. Я могу просто сказать she doesn't eat. Потому что когда у вас есть вспомогательный глагол, например, doesn't, то этот вспомогательный глагол у вас забирает всю грамматическую нагрузку с глагола смыслового. И здесь s не будет никогда в отрицаниях и вопросах. Но у вас нет этого вспомогательного глагола. Потому что вы используете never. И never уже в принципе само по себе отрицание. Поэтому здесь будет утвердительное как бы предложение. Она никогда не ест. She never eats. После never используется s. Здесь нет вспомогательного глагола. Ест просто never. So she never eats meat or fish. О можно перевести как не. Она никогда не ест ни мяса, ни рыбы. She is a strict vegetarian. Number nineteen. How many cups of coffee? Сколько чашек кофе? Do you drink? Are you drinking? You drink a day. Это вопрос. Следите. Если это вопрос, то нужно вспомогательный глагол ставить перед существительным. How many cups of coffee? Дальше вспомогательный глагол. Какой будет? А здесь. Потому что do you drink не подходит. Нет, подходит. Почему не подходит? Все нормально, все подходит. Потому что здесь нужно понять, какое время. Сколько чашек кофе вы пьете в день. Это present simple. В общем не сейчас, а в общем сколько вы пьете. Поэтому вспомогательный глагол именно будет do. В принципе вы пьете. How many cups of coffee do you drink a day? Number twenty. What is he going to do when he finishes university? What does he do when he finishes university? What he does when he finishes university? So we are asking about his plans. If we are asking about his plans, so we need to use be going to. Что он собирается делать, когда он закончит университет? What is he going to do? Почему is? Потому что структура be going to имеет глагол быть. А глагол быть имеет разные формы. То есть в настоящем это is, am, are. Что он собирается делать, что он есть. Как бы what is. Но здесь вообще нельзя сказать, что он собирается делать. What is he going to do? Можно просто запомнить, что он собирается делать будет what is he going to do? What is he going to do when he finishes university? Finishes здесь нужно ставить. П, 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 здесь нужно ставить. Present simple he finishes because after when, if, until, as soon as we don't use future. Okay? We don't use future here. So what is he going to do when he finishes university? Что он собирается делать, когда закончить университет? Все, друзья, грамматику мы закончили. Переходим к лексике. Так, сначала подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы не подписаны. И продолжаем. We had grilled chicken and vegetables for dinner last night. So I am talking about last night. This is past simple. So I use past simple. Grilled chicken на гриле. Курочка на гриле. And vegetables for dinner last night. Now, number one. Bitterroot. Bitterroot and cabbage are types of what? Bitterroot – это свекла, cabbage – это капуста, types of – это не фрукты, это не мясо, это vegetables. Поэтому я выбираю vegetables, types of vegetables. I love seafood. Я макская еда. Especially, особенно chicken, duck, prawns. Prawns – креветки, поэтому prawns здесь будет правильный вариант. Prawns. Number three. So cooked – еда, которая неприготовленная, называется вареная, сырая или жареная. Конечно же, она сырая, если она неприготовленная. Будет именно... Ой, not boiled – неправильно. Raw – сырая будет raw. Boiled – это вареная. I'm trying to cut down – и у нас было это слово cut down – снижать потребление. Потребление – cut down on meat. Я собираюсь снизить потребление мяса. Vegetarian food is better for the planet. Вегетарианская еда, она лучше для планеты. So I'm trying to cut down on meat – снизить потребление мяса. Number five. This curry is really fresh, raw or spicy, fresh. А значит, сырой, raw – свежий. Raw – сырой, spicy – это острый. It has lots of chilies in it. So we have like a prompt, подсказка, chilies. Since this curry has lots of chilies in it, it's spicy. Spicy – острый. Number six. We don't have any beef, mussel, squid, because this is a seafood restaurant. Окей, так как это seafood restaurant, so we have here seafood restaurant, ресторан морской еды, у нас нет никакой beef. Beef – это говядина, да, нет говядины. Есть mussels, есть squid, но говядины нет. I don't want to cook tonight. Я не хочу сегодня готовить, поэтому let's eat down, out, on. So let's eat out. Eat out – это есть вне дома. Let's eat out – прекрасное слово, которое нужно вам запомнить. Eat out – это есть вне дома. Eat out. So I don't want to cook tonight. Let's eat out. That should take the correct words for the definitions A, B, or C. For example, another word for mother or father. So mother or father, mother is a parent, father is a parent. So one of the parents, so there are two parents, a mother and a father. So the parent, sibling – это родной брат или сестра. Have you got any siblings? Если я спрошу, то это будет означать, у вас есть какие-то родные братья или сестры. And family – это семья. Number eight. То есть мама вашего дедушки и бабушки будет, здесь ключевое слово мама, поэтому будет mother в конце, не father. И да, и не будет просто grandmother, потому что мама вашей grandmother будет ваша great-grandmother, прабабушка. Great-grandmother is the correct word. Number nine. A child who lives with a new family, not their birth parents. То есть ребенок, который живет со своей новой семьей, но не со своими родителями, которые его родили. То есть child who lives with a new family, not their birth parents. So child who lives with a new family, step child, only child, adopted child. Это будет adopted child. То есть ребенок, которого удочерили или усыновили. Adopted. Adopted. Один родитель, который совпадает с вашим родителем. То есть если у вашей сестры и у вас одна и та же мать, или один и тот же отец, только один из родителей. Has one parent, the same as you. То как мы назовем такую сестру? Half-sister, полусестра, step-sister или only child. Единственный ребенок. Ну, здесь нормально. Step-sister не подходит. Step-sister это когда, например, ваша мама женилась на новом человеке, а у того человека есть уже дети, дочь и вот эта дочь будет ваша step-sister. А здесь будет half-sister, half-sister, half-sister. Number eleven. Your husband's or wife's brother. Ну, здесь просто brother-in-law будет. То есть вашего мужа брат или брат вашей жены будет брат по закону, как бы brother-in-law, sister-in-law, если мы говорим о сестре и так далее. Мама вашей жены будет ваша mother-in-law, мама вашего мужа будет mother-in-law, тоже ваша. Number twelve. Relatives who aren't immediate family. То есть родственник, который не есть основной семьей, то есть непосредственной семьей. Immediate означает непосредственный. Relatives who aren't immediate family. То есть более такие дальние родственники. Это modern family, современная семья, step-family, extended family, да, расширенная семья, как бы extended family. Number thirteen. Number thirteen. A child without brothers and sisters. Ребенок без братьев и сестер. Когда нет у ребенка братьев и сестер, он называется не step-child, не adopted child, не усыновленный ребенок, а an only child, единственный ребенок. An only child in the family. Number fourteen. A woman who marries someone with children. Женщина, которая выходит замуж за кого-то с детьми. Как называется такая женщина? Step-daughter. Дота это дочь, не подходит step-daughter. Сводная дочь, mother-in-law. Нет, step-mother. Yes, step-mother. Мачеха получается. Step-mother. Step-mother. Here we are going to talk about prefixes. Tick the correct prefix. Ex-prefix это то, что идет в начале, перед словом. У вас есть слово mature. Mature это как бы зрелый. А незрелый какой-то такой childish would be childish. Immature. Immature. So we need to make adjectives negative. Делаем негатив. Отрицательные, прилагательные. Reliable. Надежный, ненадежный будет не disreliable, не unreliable. It would be unreliable. Unreliable. Responsible. Ответственный. Inresponsible. No. Irresponsible. Irresponsible. Безответственный. Irresponsible. Organized. It's going to be disorganized. Disorganized. Okay. So usually if you have the word that starts with R sound, it could be ir. Irresponsible. Ir. The prefix would be ir. If you have like B, M, P. So you have the prefix im. Imbalance. Immobile. Oh, sorry. B, M, P. B, M, P. So imbalanced, impossible, like P, immobile, etc. То есть если слово у вас начинается на букву B, на букву M или на букву P, то префикс, эта приставка будет им. Обычно, но не всегда. Не на 100%. Number 18. Imaginative. То есть с воображением, а без воображения будет un. Unimaginative. Вам нужно просто эти слова выучить и все. Так очень трудно запомнить. Imaginative. Unimaginative. Sensitive. Чувствительный. Unsensitive. Insensitive. Desensitive. So sensitive and we can say нечувствительный. Такой insensitive. Сензитивный. Insensitive. Insensitive. Number 20. Patient. Это текпеливый. А нетекпеливый будет impatient. Impatient. Помните, я только что сказал, что если слово оканчивается на букву M, на букву BMP, боевая машина пехоты, BMP, на БМП, на боевую машину пехоты, да, БМП, то тогда у вас отрицание будет им. Mobile, immobile, patient, impatient. И дальше у нас pronunciation. Hot sausage cookie. Будет cookie. Hot sausage cookie. Which word has a different sound? Отличительный звук. Hot sausage. Cookie. Crab, salmon, prawn. This is with prawn, потому что длинный звук O. Prawn. Chicken. Cookie. Fish. Chicken. Cookie. Fish. Chicken. Cookie. Frozen. O. Topping. Low. Fat. Topping. Topping. Okay. Pizza. Pizza, beans, pear. Pizza, beans, pizza. So this is like long sound E. Pizza, beans. Long sound E. Remember this pizza. So you need to pronounce long sound. Pizza, beans and pear. Number five. Jar or crab snack. So you need to say jar. Jar. B. Ambitious. Ambitious. Which is the stressed syllable? Tick A, B, O, C. Какой слог под ударением? Tick A, B, O, C. И под ударением у нас ambitious. Второй слог. Вот это слог. Sensible. 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 So the first syllable is stressed and it's going to be sensible. Okay. Impatient. 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 Not patient ударение падает. Rebellious. Rebellious. Nobellious. Rebellious. C. And next. Immature. 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 Well. Immature. 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 So it's going to be immature. 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 No. C. Третий слог. Unfriendly. 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 So unfriendly. This is with unfriendly. Это второй слог. Unfriendly. Итак, друзья. Закончили первый быстрый тест уровня. Intermediate English File. Четвертое издание, ребята. Новый тест. Четвертое издание. Разобрались. Думаю, все понятно. Если не понятно, спрашиваем в комментариях. Делимся с друзьями. Задаем вопросы. Подписываемся на канал, если вы не подписаны. Будут постоянно новые видео. Поэтому подпишитесь и учимся далее. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok